Друзья, читаю комменты, плакать хочется. Я понимаю, что беда с продуктами, какими-то вещами, с едой в регионах, с зарплатами. Простите, я не про политику, я вне политики, религии и всего прочего. Но давайте будем делать какие-то простые штуки. Как раз сейчас идет время, когда нужно из простых вещей доставать что-то самое вкусное. Значит, когда-то, побывав в Италии давным-давно, я хоть и не поклонник итальянской кухни, встречал я блюдо там одно, которое вот делается из полбы. Вот, казалось бы, да, полба. Крупа не сильно распространенная в России, но по сути это пшеница. Это прародитель пшеницы, которая там датируется вообще чуть ли не недохристовыми временами. В общем, вот эта полба, вот она выглядит так, ну как пшеница, в общем-то, и выглядит. Стоит она, значит, пакетик 500 граммов. Я сегодня купил его за 60 рублей. Ну, может быть, дешевле, чем рис. Да, немножко там. Я не говорю про дешевые виды риса, значит, и кино-нейм. Я говорю, что вот полкило стоит 66 рублей, соответственно, килограмм стоит 122 рубля. 132 рубля, сори. Я отварил половину пакетика. Значит, у меня вот в этой кастрюле весы работают, работают. Так, тазик, мазик. Высыпал ровно половину. 250 граммов. Не туда нажал. Залил водой. Варил, варил, варил. Вода выпарилась. Варил, варил. Добавил кусочек сливочного масла. Главная цель. Сварить, чтобы она была не в жидкую кассу. Когда я научусь говорить нормальным дикторским голосом. Главное, чтобы здесь крупа оставалась целой, но стала мягкой. Полба очень вкусная крупа. Реально, в ресторанах вообще пользуются популярностью. Хотя, на мой взгляд, чисто крестьянская тема. Ну, смотри. Ух ты! 725. Она выварилась, да, больше, чем в два раза. В два раза это 500. А здесь, соответственно, 757. Да, 750. 250 в три раза, да, она увеличилась. То есть, вот за 33 рубля. Полпачки. Мы получили 750 граммов отборной вкусной каши. Но, значит, здесь еще масло. Значит, если оно стоит 180-100, значит, 50 граммов. Это, значит, одна треть, 30. И столько же стоит еще и масло. Масло сливочное не добавляйте. Дорого, ребята. Кабачок. Стоимость вот этого кабачка 16 рублей. Тут все на ваше усмотрение. Режем такими треугольничками. И толсто, не тонко. Ну, так, знаете, чтобы можно было там укусить. Сковорода хорошенько разогревается. В это время я сюда отправляю готовый кабачок. Сильная обжарка. Быстрая обжарка. Маленький зубчик чеснока. Оливковое масло. Итальянский рецепт. Оливковое масло льем. Жареное оливковое масло. Соль. Значит, пока жарится красный лук. Подготавливаем. Крупными кусочками, такими, знаете, по 3-4 миллиметра толщиной, режем такими кубиками, чтобы их, во-первых, было видно, а во-вторых, чтобы они ощущались на зубок. Вот так. В саму полбу добавляем соль. Немного. Добавляем перец. Обязательно. Значит. Ух ты! Воспылали кабачки. Чуть не сжег пол кухни. Слава богу. Значит, смотрите. С той стороны, на которой они долго лежали, они подрумянились. Стали такие вкусные. С этой стороны они обжарились слегка. В итоге вкус есть, текстура есть. Все перекладываем в полбу. 90-16. 106 рублей. 106 рублей, но идем и на рекорд. То есть у нас уже почти килограмм еды. Значит, в сковородку отправляем лук. Ух ты! Офигеть! Какой! Дым! Значит, лук. Красный лук. Его нужно обжарить так, чтобы он остался сырым, но у него исчез вот этот ядовитый аромат лука. Сырой лук не надо. Смотри, облако повисло. Масло в сковородке загорелось, кабачки загорелись. Показывают в интернете. Шоколад горит. Видели сейчас, как кабачки как полыхнули? Я ведь вот даже никакого коньяка не добавлял. Полба теплая. Я забыл об этом сказать. Что это, по сути, горячее блюдо. Все. Пару минут. Отправляем лук сюда. Вкусно и хорошо получилось. Теперь добавляем сюда оливковое масло. Буквально 2 столовые ложки. В итальянской кухне количество оливкового масла превышает всеразумные пределы во всех блюдах. И кульминация. Черный ящик нашего стола. Я-мое, что он не хочет открываться? Опа-на! Тончик, тончик, тончик. Значит, тунец вместе с жижей отправляется в полбу. Просто банку тунца. Тунец в собственном соку. Но тунец скумбриевидный. Да, дешевый. 100 рублей за банку. Итого 200 с небольшим хвостиком. Да нет. Полба получилась 30 рублей. Масло 30, 60. Кабачок 16 рублей. 60 плюс 16 это 76. И 100. 176. Вот так вот. Лук 25 рублей. Это красный, дорогой лук. Итого 201 рубль, полтора килограмма еды. Но только вот в чем отличие от оригинального итальянского рецепта. Итальянцы не доваривают по лбу. Она вся рассыпчатая. Нету вот этой крахмальной основы. И кажется, как будто каша немножко вот от друг от дружки все в одиночестве находится. Вроде все в одном котле, но по отдельности. Так, пробуем. Однако, только прогрелись слегка. Не надо жарить, варить или еще что-то. Все, добавляем. Убавляем. Окно закрываем. Кашку накладываем. Контрольный завес. 1,278 кг. 1,3 кг. 300 граммов еды. За 200 с небольшим хвостиком. За 200 рублей с небольшим хвостиком. Как вам? В среднем 300 граммов человеку на порцию достаточно. Ну, одно блюдо, да? Если хочет больше, больше. Значит, 1,3 кг. Разделите на 300 граммов. На 4,5 порции. Хорошо, пусть будет на 4 порции. Значит, 200 с копейками. Сколько там было? 220? Ну, 200. Хорошо, 230 рублей даже, если взять. Разделить на 4, получается 57 рублей одна порция. 57 рублей одна порция. С хорошей калорийностью. С хорошим вкусом. С маслом. С оливковым и сливочным. Просто на одном оливковом. Далеко не уедешь. Вкуснее, когда оно вместе со сливочным смешано. Еще главное, рыба полезна, кабачок полезен. Приготовление просто. На вкус отлично. Сюда можно еще лупануть какую-нибудь горбушу. Но в консервах горбуша мне не особо нравится, потому что горчит. Тунец оптимальная величина. Продается везде. Стоит недорого. Относительно своих конкурентных, так сказать, преимуществ. Я имею ввиду среди рыбы. Все, пожалуйста. Так должна выглядеть примерно одна порция. У меня же есть ложка. Так, кусочек тунца. Лук по лбу. Немного не так, как в Италии. Я приготовил больше на русский манер. Во-первых, по лбу хорошенечко разварил. Она мягкая, нежная. Клетчатки достаточно много. Медленный углевод, не будет скачков. Долго не будет хотеться есть. Тунец. Рыба, фосфор, омега-кислоты. Он прекрасно подходит к каше. Все знают салат Нисуаз, в котором консервированный тунец идет. Идет, как дети в школу. Все прекрасно. Люди в ресторанах едят, кайфуют. Кабачок. Кабачок не жарьте долго. Вот прям он должен быть вот такой аль денте, как у меня. Все получается очень просто. По вкусу не ждешь никаких феерий, потому что это не крабы с трюфелями. Ну, это реально вкусная, простая домашняя еда. И вот я уже третью ложку. Я сейчас с вами попрощаюсь и еще 2-3 ложечки накину. Потому что она вроде бы обычная, а вот ложка тянется в рот, она ползет. Вкусно. Один не осюлю такой объем, но сколько смогу, надавлю и сделаю. Пока, дорогие друзья, пока.